В этом доме на улице Павла Кичкасской 30 июня произошел случай, который взбудоражил всех. Четырехлетний мальчик выпал со второго этажа, с окна, которое открыто и сейчас. Несчастный случай произошел в половине десятого вечера. Свидетелями падения мальчика были соседи. Там соседка сидела на доме, в том подъезде. Ну я к ней иду. У меня прямо перед нами падает припуск. Ну, зиму вызвали, скорую. На место события прибыли и патрульные. Не дождавшись медиков, они решили поехать им навстречу. Патрульная сразу с одним из человеков, который там находился, схопила эту дитину. И на службовом автомобиле поехали на встречу с швидкой допомозью. Потому что дитина уже тратила свидетельств, мала телесные повреждения. И нужно было как не быстрее врятовать ее. По словам правоохранителей, помимо четырехлетнего мальчика, в семье есть еще три ребенка. В тот момент в квартире была только старшая сестра. Никого из взрослых рядом не оказалось. Было установлено, что в этот час его мать, 89-го рождения, женщина, находилась на работе. Ее співмешканець залишил хлопчика та його сестру 2007-го рождения самих вдома. Батьки было правоохранцами опитано. На разе открыто криминальное провадження за ознаками частина 1 ст. 166 Криминального кодексу України. Найсуворіше покорання – это позбавлення воли строком до 5 років. Как утверждают соседи, семья живет здесь около месяца. Жильцы дома не раз были свидетелями того, что мальчика оставляли без присмотра. Ребенка я гоняла. Он сидел на подоконнике и стучал ручками по стеклу. Я его гоняла, ругала на него. Говорила, что… Ну, я же не знала, кто там внутри. Ей сказала, что «Рита, смотри, ребенок, хлипкие рамы. Он может вывалиться вообще. Не лезьте в мою семью, занимайтесь своими делами». Вот. Он там присмотрен. За ним смотрят. Получить комментарий от родителей нам не удалось. Никто не открывал дверь. Однако через несколько минут из окна показался мужчина – сожитель матери мальчика. Никто не ожидал этого. Ребенок сам был в квартире? Ну, с ребенком, с моим вторым. Старший? Да. Это девочка? Да. Она не видела, да? Она не успела увидеть. В каком состоянии сейчас? Нормально. Не ушибы, ничего не было. То есть вообще ничего? Ничего. Царапины только на плечи. Ребенок упал со второго этажа, у него только царапины? Да. Вы сами видели это? Да? Вы сами это видели? Да я вот в больнице был сегодня. В областной детской больнице сообщили, что ребенка уже выписали. Говорить о его состоянии без письменного согласия родителей врачи отказались. Поэтому мы решили вернуться и еще раз попытаться связаться с родителями. Через несколько звонков дверь все-таки открыли. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете, да, выйти поговорить? Да, я вам могу показать. Ребенок вот жив. Привет. Не царапин. Он ходит, царапин нет, ничего нет. Вот документы, что ребенка все целое. А скажите, а с каким диагнозом ребенок? Не с каким диагнозом. Не с каким диагнозом. Вы подписаны с диагнозом. С каким диагнозом. У него диагноза никакого нет. У ребенка все здорово, никак единого ушиба нет. Пересматривая документы с выписки, мать мальчика по-прежнему настаивала на своем. Затем и вовсе закрыла дверь. До свидания. Сейчас ведется следствие по этому делу. Материалы переданы в социальные службы. По результатам всех проверок будут сделаны выводы. Материалы переданы в социальные службы.